Здравствуйте, дорогие друзья! Как и обещала, в следующем выпуске рассказываю вам про страхование, ибо изменилось у нас достаточно много с тарифами ОСАГО, и плюс, как и обещала, расскажу, каким образом избегатель для региональных клиентов разводил его на какую-то доп.услугу. Начну с конца, так как это самое простое. Когда вы находитесь в страховой компании, в ее офисе, заключая вот этот дополнительный договор на что-либо, все что угодно, страхование жизни, любой другой доп.продукт, обратите внимание, почитайте договор. В любом договоре есть возможность его расторжения в течение трех дней. Прямо там, оставаясь в страховой компании, попросите бланк на расторжение договора, заполните его и получите свои деньги обратно через некоторое время. Точно знаю, что это так и можно так сделать, так как мне написало огромное количество подписчиков, которым это удавалось. Поэтому не нужно находить причин, почему нет, а просто сделайте это и все. Другое дело, если вы покупаете полис где-то в небольшом городе, к вам раз в две недели приезжает агент, он вас просто пошлет и все, ну, наверное, придется пойти. Сделать ничего здесь нельзя, вы же не поедете в большой город, специально там 300 километров, например, за тысячу рублей, чтобы этот договор расторгать. Ну, вот такой порядок действий, так что в случае, если вам что-то навязывают, можно поступить вот таким образом. Теперь, что касается самого ОСАГО и повысившихся тарифов. Я тут посчитала на Skoda Octavia, сколько мне страховка будет стоить. У меня получилось 11 530 рублей на меня. У меня очень безаварийная езда, то есть у меня аварий просто нет. И у меня глаза на лоб полезли. Я представляю, сколько будет стоить мне страхование там вон крузера какого-нибудь. В общем, стало очень дорого. Единственный плюс, на который можно обратить внимание, это то, что стали хорошо платить и стали более-менее нормально считать. Только не надо сейчас писать, что вот мне посчитали 350 рублей за бампер. Я вам говорю про общую направленность. Мы работаем со страховыми, работаем очень много. И в общем и целом стали считать по ОСАГО нормальные суммы и стали нормально и быстро платить. Это действительно так, вынуждена признать. Теперь следующее, очень важное. Если раньше тариф на страхование ОСАГО был един для всех страховых компаний, и в любом регионе вы могли посчитаться по своей прописке, по своим лошадиным силам своего автомобиля и получить одну и ту же сумму. Сейчас это не так. Базовых тарифов теперь два. Раньше был один, и потом он умножался на некоторые ваши личные уже коэффициенты. Так вот, теперь тарифы это 4118, базовый тариф 4118 и 3400 рублей. Что это означает? И для чего это? Между страховыми компаниями теперь может быть некая конкуренция. То есть вы, к примеру, можете прийти в Росгострах, просчитаться, получить одну сумму за ОСАГО. Прийти в Ингос, просчитаться, получить другую сумму за ОСАГО. Прийти там куда-нибудь в РЕСА и получить третью сумму за ОСАГО. Это действительно так. Почему? Потому что на свое усмотрение страховая компания за базу может использовать либо ту, либо другую базовую ставку. Соответственно, теперь есть смысл обращаться в конторы, в которых есть энное количество полисов. И просчитываться не у кого-то одного, потому что у всех остальных все равно точно так же, а просчитываться в нескольких страховых и получать наилучшее предложение. Ну, я, как и прежде, могу вам обещать честный расчет в случае, если вы приезжаете страховаться к нам. Мне от этого ничего не отпадает, к сожалению. Ну, просто я делаю хорошо той организации, с которой сижу в одном здании. Единственное, что, к сожалению, регионалов нам страховать запретили. Видимо, потому что знают, что такая хитрая лисичка рекламирует контору, в которую приезжают регионалы страховаться без доп. продукта. Так вот, нам запретили страховать регионалов. Но всех остальных с хорошим расчетом, с хорошим ОСАГОМ и с хорошим КАСКОМ приглашаю, пожалуйста, приезжайте. Продолжение следует...